Камышанова Инна Леонтьевна, жительница города Видное, более 40 лет отработала в сфере бытового обслуживания. Она ветеран труда. Согласно закону о социальной защите, Инна Леонтьевна имеет право на льготное протезирование зубов. Судя по вашим снимкам, с левой стороны всё замечательно. Каналы пролечены до апекса, до верхушки корня. Здесь я не вижу никаких препятствий снять коронки и поменять их на другие. Всё случилось перед Новым годом. Так сильно заболел зуб, но времени уже не было. Перетерпела. И вот сегодня утром так волновалась. Первый раз иду к врачу. Игорь Борисович меня принял, врач. И оговорили всю мою процедуру. Которую нужно будет сделать. Теперь я пойду МФЦ. Нужно взять справку о том, что я льготница и мне всё будут делать бесплатно. После получения справки из МФЦ пациент должен встать на учёт в регистратуре поликлиники. После постановки на очередь до начала протезирования может пройти максимум два месяца. За это время пациент должен всё-таки и подготовить полуэстерта, санироваться до конца. И за два месяца состоянием полуэстерта и состоянием твёрдых тканей зубов оно не ухудшится. Право льготного протезирования распространяется на людей, имеющих статус. Ветеран труда, труженик тыла, реабилитированный, пострадавший от политических репрессий и неработающий пенсионер. Для этой категории граждан в 2015 году были вынесены некоторые дополнения. На сегодняшний день человек, получивший эту льготу, как неработающий пенсионер, обязан собрать пакет документов, копию финансового лицевого счёта, то есть выписка из домовой книги всех членов семьи, с которыми он проживает. За последние три месяца справка о доходах. Если не превышает 2,5 коэффициента прожиточного минимума, то Министерство защиты выдает такую же справку о том, что он может воспользоваться данной льготой. Граждане, имеющие льготу, но желающие сделать более эстетичный протез, могут обратиться к врачу с этой просьбой. В таком случае, если в конструкции содержит, скажем так, протезирование, входит несколько элементов, то мы стараемся компенсировать. То есть часть конструкции покрывается из средств соцзащиты, часть пациента доплачивается сам. Очередь на льготное протезирование в Видновской стоматологической поликлинике в 2016 году составляет более 200 человек. В прошлом году немножечко была заминка, так как функции управления социальной защитой по финансированию взяла на себя Министерство здравоохранения Московской области. И была небольшая заминка, потому что это была новая тенденция. Сейчас это всё, как говорится, пришло в то русло, которое должно прийти, и срок постановки на очереди максимум два месяца. Что же касается такой важной составляющей части человеческого организма, как зубы, нужно сказать одно – берегите их и при малейшей проблеме к стоматологу. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.